МИГРАЦИЯ 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 ТИЖБИКИ Всем привет, Андрей Бурцов. Сегодня тема про адаптацию, про тех, кто уже на территории США и, собственно, первые шаги, которые необходимо выполнить, чтобы ничего не забыть. Вопросов возникает по этому плану много, поэтому мы сегодня пригласили к нам в студию нашу виртуальную, лицензированную миграционную адвоката Раиса Степанова. Привет. Привет, ребята. Да, расскажи нам, пожалуйста, уж очень нам интересно, что же происходит с людьми тогда, когда они перешли эту злосчастую границу между Мексикой и Соединёнными Штатами, и что им необходимо сделать в самое ближайшее время. Вот человек пришел с чемоданами в руках, в левом чемодан, в правом авоська. Что его ждет? Что нужно делать и что нужно не забыть? Да, собственно, самое важное, что нужно сделать в первую очередь, это убедиться, что у вас нет никаких предписаний от Айсов о том, что вам нужно будет к ним явиться в определенный день, в определенное время, дабы показать, что вы прописались по тому адресу, который вы указали на границе. Это самое первое, что нужно сделать, потому что очень часто, что происходит, они дают вам памятку после перехода, они дают вам памятку, это общая стандартная памятка, которая дается всем, о том, что если вы меняете адрес, то вам нужно уведомить Айс в течение пяти дней, собственно, мы не раз об этом говорили, и люди в панике думают о том, что им обязательно нужно являться в какой-то день к этим Айсам по месту проживания, что, в принципе, является неправдой, потому что если вам не дали никакую дату, время, то являться к ним необязательно. Это самое важное, самое первое. Следующим этапом, естественно, является подача уже подготовка формы А-589 А-589, непосредственно путь любого эмигранта к политическому убежищу, начинается с этой формы, где вы прописываете о том, что у вас произошло, для того, чтобы начать уже процесс. Это, так скажем, первые два момента самых важных, которые я обычно советую людям делать после перехода уже на эту сторону страны. Очень многие путают, что такое вообще форма А-589. Можешь кратко рассказать, что такое форма А-589? Это стандартная анкета, аппликейшн, которую вы заполняете. Первые четыре страницы – это страница о вашей биографии, где вы прописываете о том, как вас зовут, откуда вы, родственники ваши, родители, братья, сестры, супруг, дети, всю краткую информацию о вашей биографии, университеты, куда вы ходили, школы ваши. И с пятой по восьмой странице начинается как раз-таки информация о том, что с вами произошло, в какую категорию вы подпадаете, какое преследование у вас было в вашей стране. Вы описываете вкратце и сдаете это непосредственно в суд. По поводу А-589 формы. То, что, понятно, ее подают в первый год, чтобы не затянули, и впоследствии ее неподачи – это может быть вплоть до депортации. Вот есть момент, когда люди идут на мастер-суд, и когда еще не нашли адвоката, но помимо того, что они не нашли адвоката, они еще не заполнили подводную форму, и приходят на мастер к судье, и получается полностью неподготовленные. Насколько это плохо для эмигранта, когда у него нет никакого движения по его делу, то есть он не показывает то, что он как-то пытается двигаться по своей адаптации, по развитию своего дела. То есть насколько это опасно? Послушай, первый раз, когда человек приходит на первый мастер-слушание, это первое ознакомительное слушание, и любой адекватный судья поймет, что у человека нет ни адвоката, ни, естественно, заполненной 589-й формы, и любой судья в нормальном суде, естественно, даст вам время на поиски адвоката и на подготовку формы 589. Поэтому на первый мастер-слушание являться сходом на 589-й форме – это, опять же, не обязательно. Естественно, если вы это уже выполнили, вы приходите, вы сдаете ее. Но первый мастер-слушание – это ознакомительное слушание, к которому человек приходит, знакомится с судьей, и судья уже дает указание того, что нужно делать впоследствии. Естественно, самый важный момент, что вообще надо, мне кажется, сказать, потому что очень часто это сейчас на практике происходит. Я не раз говорила и записывала шорс про это, о том, что не спешите сдавать 589-ю форму в иммиграционную службу. Это самый важный момент. Потому что, что происходит на практике, очень часто, что человек переходит границу, естественно, ему дают 862-ю форму, назначается дата суда непосредственно на бумаге, куда ему нужно будет прийти, в какое время. И долгое время человек не появляется в судебной системе. Возможно, будет месяц, два. Человек начинает паниковать и сдавать 589-ю форму в иммиграционную службу для того, чтобы начать уже свои часы на получение разрешения на работу, о которой, я так понимаю, мы поговорим, чтобы людям стало известно. А этого делать не надо, потому что, что происходит на практике, когда вы, будучи уже с 862-ю формы на руках, сдаете свою 589-ю форму в иммиграционную службу, и вы не были как бы добавлены в судебную систему, то ваше дело уходит на долгие годы на рассмотрение в иммиграционную службу, и очень сложно будет потом добиться от Айсен для того, чтобы ваше дело переверили в суд. Естественно, мы не говорим о том, что это означает, что нужно пропускать срок годичный, годичный, который вам дается для подачи 589-й формы, потому что очень часто у меня люди спрашивают, а что делать, ждать, получается, там до конца и не подавать, если не появилась в судебную систему? Нет. Естественно, если вы сделали как бы свою часть работы, выходили к Айсен, просили, чтобы вашу 862-ю форму подавали в суд, там, на третьем, четвертом месте, если вы понимаете, что у вас не добавляют в судебную систему, и на 10-11 месяц вы понимаете, что ваше дело еще не в суде, то в этом случае, естественно, уже у вас не остается другого выбора, как подавать уже административно через иммиграционную службу. Поэтому не торопитесь этого делать, делайте всю возможную часть от себя, да, звоните, ходите к Айсен, пишите письма, в случае, если доходит до того, что у вас долгое время нет в судебной системе. Но ни в коем случае не пропускайте свой годичный срок подачи 589-й формы. Вот по поводу права на работу, да, то есть вот когда вторая такая важная форма, да, то есть после подачи 589-й формы обычно переходит к праву на работу. То есть какие сроки сейчас после заполнения формы 589-й, когда можно подавать на право на работу? И случаи, когда делают еще дополнительные через госпошлину. Насколько это сокращает срок получения права на работу, и можно ли это делать до подачи 589-й формы? Ну, это, да, это две разные категории на разрешение на работу. Значит, как работает с поданной 589-й формы? Как только вы сдаете свою 589-ю форму, у вас начинается отчет часов. Естественно, мы отбираем уже такой сценарий, где по вашей причине, предположим, да, например, по причине того, что если вы, например, переезжаете, да, если у вас там на 10-й день вы решили после подачи 589-й формы переехать, ваши часы останавливаются, или, например, вы подаете ходатайство о переводе дела, естественно, да, в другой суд, то ваши часы останавливаются до момента, пока судья вынесет решение. Или, предположим, вы сдаете свою 589-ю форму, вы приходите на мастер слушания, вы сдаете ее, и не все суды, но, например, есть суды, которые, естественно, потом закрывают глаза на это, да, тем не менее, и не останавливают ваши часы, например, суд в Нью-Йорке не закрывает глаза на это, и когда вы сдаете свою 589-ю форму на мастер слушания и просите дополнительное время на поиски адвоката, ваши часы останавливаются, тем не менее. После подачи 589-й формы у вас проходит 150 дней. Как только вы набираете 150 дней, вы можете подавать I-765 под категорию C-08, которая сдается в иммиграционную службу. Это бесплатная подача аппликейшена. То есть здесь нет лос-пошлины, которые вам нужно сдавать, поскольку это под категорию C-08 от человека, который ждет политического биржа в процессе получения политического биржа. И это сдается через 150 дней с момента подачи вашей 589-й формы. Нужно убедиться, что у вас есть эти 150 дней, потому что очень часто бывает, что и по ошибке суда такое происходит, что они остановили часы не по вашей причине, не по вашей вине. И всегда убеждайтесь, ходите в суд, уточняйте, что у вас действительно 150 дней для того, чтобы уже подать на аппликейшене 665, которая сдается в иммиграционную службу. Что касается той, о которой ты сказал, Андрей, эта категория C-11 дается людям, которые перешли границу и на руках имеет А-94 форму и копия паспорта, которая позволяет им подавать на так называемую C-11 категорию. Это пароли, которая сдается также в иммиграционную службу. Там есть госпошлина, которая оплачивается. И в ожидании в среднем люди получают на сегодняшний день 2-3 месяца, которые дается им на право работать. То есть это до момента подачи 589-й формы. Но при этом люди не получают еще ССН. То есть люди могут работать, а ССН получают позднее. То есть насколько это вяжется с тем, что многие говорят, я работаю, как я буду платить налоги, как учитывается моя финансовая деятельность? Если он получил за 3 месяца документы на право на работу, а ССН, через сколько времени он может получить ССН? Нет, он также в 765-й форме ты прописываешь о том, что ты хочешь, чтобы тебе иммиграционная служба, то есть, получается, отправила твои документы уже непосредственно в Social Security Administration, который тебе выдает, это орган, который выдает Social Security номер тебе. Ты это указываешь в 165-й форме и отправляешь. Очень часто бывает, что Social приходит раньше, чем рабочий документ, либо наоборот, рабочий документ приходит, а потом, например, Social не приходит. Что я обычно советую своим клиентам, это если вы получили уже разрешение на работу, да, акруф, у вас физически есть карточка на руках, с этим можно пойти в ближайший ваш Social Security Administration и попросить, чтобы вам выдали ваши цифры девятисначные, которые непосредственно, да, будут на вас изготавливаться. И часто бывает, что им просто дают там на месте, либо же люди говорят, просто ждите, пока придет ваша карточка. То есть и в том, и в другом случае вы получаете Social Security номер. С точки зрения, вот как адвокат, вот со стороны судейства, да, судей, скажем так, если человек не получил еще разрешение на работу, но работает, очень часто у нас вопрос, будет ли ему что-то за это, да, потому что он работает неофициально за наличку, за кэш где-то там и так далее, но он часто в этом признается, скажет там на суде, что да, действительно, если у него спросит судья, да, я работал, да, я там заработал столько-то, столько-то, но не платил налогов, потому что, ну, нет у меня документов, чтобы это делать. Вот с точки зрения судей и как адвоката, это есть какая-то проблема? Или этой проблемы нет и как бы, ну, работал и работал? Не один судья, не один прокурор не будут, если речь зависит о том, что человек не хочет дать политическое убежище, ни тот, ни другой не будут опираться на то, что человек работал нелегально. Соответственно, ответа нет, да, то есть если ты в 589-й форме указываешь, что ты работаешь, что у тебя нет сейчас разрешения на работу, ты честно признаешь об этом, да, у меня были инциденты, когда, например, прокурор на заседании спрашивал, вы работали нелегально, человек отвечал да. То есть это делается не потому, что они хотят ему отказать на основании того, что человек работал нелегально, они просто хотят убедиться, что человек верно и правду отвечает по тому, что он действительно работал. То есть это также вопрос о том, о доверии. Что касается впоследствии, когда уже человек выигрывает свое дело и уже подает на Adjustment of Stars, а 485-я форма, это уже когда человек подает на Green Card после того, как он выиграл свой суд, там есть вопрос о том, работали ли вы когда-либо нелегально. Естественно, на этот вопрос также нужно ответить «да». И внизу есть строчка, где нужно объяснить, почему вы работали нелегально. И, естественно, вы объясняете, что вам нужно было кормить свою семью, детей и как-то выживать на чужой земле, пока вы ждали свой суд, естественно, и пока у вас не было разрешения на работу. Поэтому все те люди, которые говорят, что это неправда, и вам не дадут политическое убежище, ничего не понимают, поэтому просто нужно говорить правду и писать о том, как есть. Еще один дополнительный вопрос по поводу налоговой. Если вдруг человек просто не понимает, как платить налоги и не знает, как это правильно сделать, за это могут как-то наказать? Ну, то есть, вроде бы, когда он получил право на работу, у него есть СССР, но в первый год он, например, как-то проштратился, ну, с точки зрения, просто не понимая, как это правильно сделать, или там попал на бухгалтера, который его где-то подставил. То есть вот эти моменты могут как-то влиять на получение политического убежища? Ну, я так скажу, естественно, если что-то идет не так, нужно, ну, во-первых, надо понять, что произошло не так. Одно дело, если человек не заплатил налог, как бы, да, есть такая опция, как пойти и оплатить, как бы, да, retroactively, то есть вы оплачиваете за прошлый год, там, например, в 2023 году, да, вы оплачиваете, там, за 2020 год, если вы, там, не оплатили, например, к примеру. Это один вопрос. Поэтому нужно смотреть, что конкретно произошло у человека, естественно, да, но если он признает свою ошибку, например, если он допустил ошибку, и, естественно, опять же, если встает вопрос о том, что он где-то что-то сделал не так, и он допускает о том, что он действительно признает свою вину, да, и как бы не вину, а то, что он действительно где-то что-то сделал не так, то никаких проблем не должно возникнуть. Нередко, когда люди выходят с границы, с бордера, с детеншн центра, им не выдают формулу 94-ю, либо даже 862-ю. Что в этом случае делать? Как это решается, когда одну или другую форму или обе не выдали? Здесь очень нельзя ответить просто черным или белым, Андрей, потому что, опять же, когда консультирую людей, большое количество людей, к сожалению, люди, которые попали в детеншн, потом вышли из детеншн, предположим, им не выдают 94-ю форму. Они очень сильно не понимают, почему смысл CBP-1, если не дает 94-ю форму, потому что, понимаете, одно с другим вообще не связано. То есть 94-я форма – это форма, которая выдается на усмотрение сотрудников CBP при въезде в США. Это раз. Вторая форма, то, что 862-я форма не выдается человеку. В этом случае это говорит о том, что, скорее всего, дело идет в юридикцию миграционной службы. Очень часто это бывает у людей, у которых уже было интервью, например, в детеншн, их выпускают, не ставят на массе слушания в рамках детеншн, их выпускают, дается 862-я форма, предположим, или не дается, например. В случае, если человеку не выдается 862-я форма после того, как он вышел из детеншн, это говорит о том, что, скорее всего, эти дела будут переходить в миграционную службу. Это говорит о том, что у человека было интервью, и позитивное интервью считается днем подачи его 589-й формы. Это вот как раз-таки то, что они в прошлом году, в мае, начали применять и возобновили как раз-таки в середине октября этого года. Люди, которые выходят из детеншн без 862-й формы, с положительным интервью, идут в юридикцию миграционной службы, не в суд. А вот такая ситуация, когда сейчас возобновляет такая практика, когда люди выходят из детеншн-центра без паспорта. То есть они какие-то такие свои, наверное, житейские моменты с открытием счета, там, элементарно в DMV пойти и сдать на права, они не могут. То есть есть ли возможность запросить от i7 офиса свои документы, и что делать, если они их не дают? Очень редко я вижу добрых офицеров, которые действительно могут дать на какое-то время паспорт или хотя бы, знаете, сделать заверенную копию о том, что паспорт находится в хранении у айс. Такое тоже очень часто бывает, люди им дают. В Нью-Йорке есть несколько офицеров действительно хороших, которые это делают. Но, тем не менее, например, опять же, на практике я сложно верю в то, что такое может произойти очень часто. И, к сожалению, люди сталкиваются с проблемами и не могут даже открыть элементарно банковский счет, например, потому что у них нет другого паспорта. Либо же, например, очень часто бывает, что, например, граждане России им дозволено иметь два загранпаспорта, естественно, да, и у людей, например, второй загранпаспорт, они эти могут идти и открывать, что, в принципе, не является нарушением, потому что, если, например, в Российской Федерации позволено иметь два паспорта, это считается, что порядки нормы. Также я видела, очень часто люди делают с обычным внутренним российским паспортом, его переводят материально, сертифицированный перевод делают. И также есть банки, есть какие-то заведения, где, например, людям нужно что-то сделать, там, ДМВ, предположим, да, очень часто это тоже работает. Людям нужно понять, что нет какого-то четкого ответа, как поступать, потому что в том же, например, Пресс-Сакраменто есть, например, банки, которые открывают по российскому внутреннему паспорту, да. В Лос-Анджелесе, например, я знаю, есть, где они, например, не делают этого, говорят о том, что несите, например, свой физический паспорт, да, то есть по копии они этого не делают. То есть это все моменты, которые, к сожалению, люди сталкиваются с этим, и очень важно, чтобы люди понимали, что в Америке играет очень такой человеческий фактор, да, субъективный фактор. Если в одном месте вам, например, отказали, пробуйте идти в другое место, я это очень часто своим клиентам говорю. Там отказали, идите в третье место, да, и где-то вам что-то да откроют. Это очень часто бывает в ДНБ, когда один сотрудник говорит, что я не могу принять ваши документы, я не знаю, что с ними делать, откроешь в другое окно в этот же день, или на следующий день там другой сотрудник, и все прекрасно делают. Да, да, такое бывает очень часто. В принципе, это так работает, как бы, и уже люди, которые здесь уже живут несколько лет, естественно, они к этому привыкли, и знают, что последующие вопросы точно так же решаются. Поэтому людям нельзя унывать, просто нужно, как бы, идти дальше и смотреть, пробовать в других районах. Хорошо, то есть все сделали то, что хотели, дошли до мастер-суда, дошли до финального суда, финальный суд выиграли. Что после финального суда нужно сделать человеку, после того, как он получил эту бумажку, что он выиграл суд? Какие дальнейшие действия его? После того, как человек выигрывает свой суд, значит, он получает решение суда, с которым он делает InfoPass appointment с UCIS, где человеку, естественно, выдают его уже 94-ю форму, что он уже, как бы, да, в статусе, получается, выигранного дела. И я сразу же советую людям подавать на разрешение на работу, да, потому что это уже новый статус, получается. И люди, которые, кстати, выигрывают, например, через уровень иммиграционной службы, да, то есть люди, которые не на уровне суда выигрывают, им, например, не надо подавать уже на разрешение на работу, потому что им сразу все там удается. Что касается людей, которые, получается, выиграют политическую бешеную через суд, то в этом случае людям нужно подавать на разрешение на работу. Оно бесплатное, оно подается, там другая категория, вы сдаете, получаете, и это первое, что нужно сделать. Также можно сделать тревел-документ людям. Это достаточно такой, наверное, я считаю, подарок после того, как вы несколько лет сидели и ждали свой суд, и вам дается возможность выезжать из страны, делается он также несколько месяцев, и вы получаете, у вас есть возможность выезжать из страны и легально заезжать в страну. Также очень часто люди меня спрашивают, а если что, меня не впустят. Вас не могут не впустить только потому, что вы выиграли суд, и у вас нет какого-то другого документа, это не основание не впускать. Вас могут не впустить, например, по какой-то другой причине, которую, например, вы не говорите, например, своему адвокату, То есть, например, что-то произошло между тем, что вы выиграли свой суд, да, и между тем, что вы уезжаете. Но люди впускают обратно, и поэтому как бы проблем я не встречала на практике. То есть человек получает тревог документов и возвращается обратно. А это такой паспорт, который выдается взамен, получается, своему паспорту, который вы, естественно, уже не увидите. Здесь самое главное замечание, да, человек может выезжать, но некоторые это воспринимают буквально, что они могут ехать обратно в ту страну, от которой бежали. И вот если человек уехал в ту страну, в которой бежали, строил документы, потом возвращается обратно. Вот здесь, мне кажется, будут уже проблемы на уровне... Это совершенно другое. Да, почему я сказала, что вы получаете эту замену, получается, своему паспорту, который вы больше не увидите, это как раз таки, что я имею в виду, что вы больше не можете возвращаться в свою страну, потому что вся цепочка и понимание того, что зачем вы просили политическое убежище, получается, рушится. И возвращаясь в свою страну, вы полностью теряете, как бы, да, абсолютно полное доверие со стороны власти и США, потому что вам нужно возвращаться и получать бренгард впоследствии. Я очень сомневаюсь, что у них не будет вопросов по этому поводу, да. Но паспорта возвращаются все-таки за гранпаспорта, российские возвращаются просто сюда, правильно я понимаю? Очень... Такое ты задаешь вопрос, опять же, да, то есть есть ситуации, где у меня было... У меня, кстати, есть переписка с одним из офицеров, который сказал о том, что, извините, мы просто его потеряли. То есть, спустя несколько лет человека просто потеряли паспорт, и действительно он просто написал, сказал, это человеческий фактор, извините, мы его потеряли. То есть, по сути, если так смотреть, человеку паспорт своей страны больше не нужен. Он может подать на это travel-документы, это как раз-таки документ, который позволяет, он идет взамен своему паспорту. Это такая же книжечка, такой же паспорт, он просто зелененький, и написано travel-документ на нем. Соответственно, с этим документом вы можете как бы заезжать обратно и выезжать из США. И вам ваш паспорт больше не нужен. Бывают случаи, естественно, когда людям возвращают паспорт, но, опять же, он либо уже просроченный, либо зачем он ему уже нужен, понимаете, то есть такой момент. Ну, в жизни мало всяких моментов бывает. Я правильно понимаю, что travel-документ, это также в него можно вклеивать те самые визы, которые сейчас говорят, что скоро будут для граждан США визы в Европу, например. То есть в этот travel-документ также вклеиваются визы. Ты затронул еще болезненную тему про граждан США, что Шенген нужно делать, да. Нет, значит, travel-документ точно так же. То есть там это паспорт считается как таковой, да. Это идентификация личности человека, который выиграл политическое убежище. Соответственно, если, например, естественно, будучи, например, гражданином России, у вас есть travel-документ США, естественно, он не позволяет вам заезжать в Италию, предположим, без визы, да. То есть вы считаете гражданином России, соответственно, в этом случае вам нужно связываться, например, с консульством Италии и узнавать процедуру получения документа для travel-документа, да, то есть именно визы. Поэтому туда так же можно спокойно делать, вклеивать визы. Он дается там сроком на год, на два, в зависимости, как вы указываете ваши планы. И спустя, получается, год после того, как вы получаете политическое убежище, вы уже можете подавать на грин-карту. Да, но насколько я понимаю, что выиграв суд, вы же можете по своему российскому загранпаспорту въезжать в любые другие европейские страны или вообще в любые другие страны, кроме России, например. Да, то есть и для этого не нужен travel-документ. Если, например, для travel-документа в Турцию надо запрашивать, как там, как пускай travel, по travel-документу Турция, то, например, для граждан России по загранпаспорту в Турцию можно въехать вообще без каких-либо проблем. Да, все верно. То есть если у человека есть паспорт своей страны после того, как он получил статус, ему не нужно подавать на travel-документ, то есть в том отношении, что ты имеешь в виду, если у него есть паспорт. Просто вопрос в том, что как он... Нет, он может быть одновременно, то есть я так понимаю, ты можешь... Он должен быть одновременно, потому что... Да. Конечно, потому что ты не можешь просто выходе страны получить статус, получается, выиграть суд с российским паспортом, например, уехать, ты больше не вернешься, потому что у тебя нет ничего... Нет, а если у тебя есть travel-документ, но ты, например, с российским паспортом уехал в Турцию, по российскому паспорту как гражданин России, потому что тебе там не нужны никакие визы, а вернулся обратно в Соединенные Штаты уже по travel-документу. Так можно, конечно, потому что travel-документ тебе нужен, по сути дела, для въезда в страну. Вот если ты показываешь, что у тебя есть... И также я еще часто говорю людям, которые путешествуют так, чтобы они брали решение суда, естественно, да, и 94-ю форму, которую также вместе складывали, в случае, если как бы на границе возникнут вопросы. Ну я просто... Почему я затронул этот вопрос? Потому что наверняка в комментариях скажут, ну как же, ну вот у нас же есть, допустим, еще не просроченный загранпаспорт, зачем он... Почему, в смысле, он нам не нужен? Он нам нужен, да, вот чтобы ездить в другие страны, кроме своей, например. Да, но travel-документы вам очень нужны, потому что у вас не будет отъездного документа обратно в США. Ну да, ну да. Ну и после того, как... Ну хорошо, travel, green card. Когда можно подавать на green card и когда мы ее получим? После того, как мы выиграли в суд. Ну, значит, ну, несмотря на то, что сейчас есть... Эмиграционная служба говорит о том, что можно на green card подавать автоматически сразу, вот на следующий день после того, как вы получили, да, статус, в суде выиграли свое дело, я призываю этого не делать и подавать через год. Почему? Потому что причина того, что, в принципе, эмиграционная служба призывает это делать, это потому что большие очереди. То есть в среднем на сегодняшний день получение green card по выигранному суду занимает два с половиной года. Это среднее ожидание по green card. Ну, плюс-минус, естественно, да. И, естественно, с учетом этого... С учетом этой очереди эмиграционная служба говорит о том, что призывает, что, да, вы можете подать раньше, потому что есть большая вероятность, что мы просто вас не вызовем в течение этого года, потому что у нас большая очередь. А с другой стороны, если вас, например, вызовут в течение этого года, и у вас нет вот этого условия выполненного, чтобы вы год проживали на территории США, как по закону, да, требуется, то вам могут, например, отказать, либо вызвать RFI, это request for additional evidence, да, чтобы вы доказали, что вы действительно присутствовали на территории США ровно год после того, как вы выиграли суд. То есть здесь такая балка о двух концах, поэтому я рекомендую этого не делать, а просто подождать год, и после этого уже подавать полноценно, доказывая, что вы год находились после того, как вы выиграли суд на территории США. Это интересный документ. Да, а вот по travel документу, сколько можно туда-сюда кататься? Он выдается на год, по-моему, на два, надо посмотреть, то есть зависит от того, его, естественно, можно будет, ну, как бы, заново подавать на него, то есть, когда, если он заканчивается, вы можете также заново подать, указать ваши планы, что вы куда-то собираетесь уехать, то есть там в аппеке еще не спрашивают, куда вы едете, в какие числа вы едете, и в вашу отъезду. Хорошо, грин-карту получили, замечательно, повезло. Дальше что вы, дальше, дальше паспорт у нас, правильно? Да, людям немножко отдохнуть после того, как человек получил грин-карту. Постоянно спрашивают, ну вот, скажите, вот я, значит, выиграл суд, у меня суд на март 24-го года, вот я выиграл, когда мне дадут грин-карту, а когда я могу рассчитывать на паспорт? Вот мы забегаем вперед, немножечко дадим им пищу для ума, да, чтобы уже народ подоспокоился, сказал там, ну там, 25 миллиардов лет подожду, считай, я паспорт получил. Ну ладно, не 25 миллиардов, значит, когда человек получает уже грин-карт, он, соответственно, уже становится президентом США. Так. Естественно, на него распространяется правило о том, что он не может находиться за пределами США больше, чем 6 месяцев, да, потому что автоматически, если он находится за пределами США больше, чем 6 месяцев, он, когда возвращается уже на территорию США, есть вероятность, что у него просто заберут эту грин-карту, да, то есть это правило какое-то. Что касается гражданства, ровно через 4 года 9 месяцев человек может подавать на гражданца США с момента получения грин-карты. Замечательный момент, который хотел бы тоже пояснить, да, по поводу паспорта вашей страны, да, то есть если человек возвращается в свою страну, но он не заявитель, да, допустим, муж заявитель по кейсу, а жена с детьми едет, там, не знаю, навестить маму, то есть она это может сделать, и вот этот момент с полугода, то есть он также действует и для, допустим, России, да, что люди выезжают на долгое время и там через год-два возвращаются, как уже, получается, не резиденты России. Ты имеешь в виду, когда уже человек, ты имеешь в виду, когда после суда, или ты имеешь в виду? Да, после суда человек, например, заявитель, там, муж получил политическое убежище, а жена решила поехать в свою страну, от которой бежал муж, и прошло уже, например, год-два с того момента, когда они там баспорта не разбыли. То есть какие риски у жены при возвращении в страну, с которой они бежали? Ну, обычно, да, то есть, опять же, это нужно смотреть индивидуально, потому что, если, например, у нее своего, как бы, да, проследования не было, и она просто была, как бы, рюкзачком за супругом, это один вопрос, да. Естественно, если у нее были там фрагменты и сюжеты того, что действительно приходили, да, ее там к стенке прислоняли, да, искали супруга, и это тоже является, естественно, насильственным актом, это другой момент, поэтому здесь нужно смотреть индивидуально. Но обычно, в целом, если жена возвращается, естественно, у нее ничего не было, и она возвращается, не нарушает никакие сроки и возвращается обратно, да, то обычно вопросов, как таковых, я не видела, что будут у иммиграционной службы. Но, опять же, мы, как адвокаты, призываем этого не делать лишний раз, потому что, опять же, иммиграционное право меняется, как мы видим, каждый день, и зачем рисковать, если можно просто все сделать по срокам, как бы, да, и получить определенные документы, и потом, после этого, если в случае есть необходимость, только тогда возвращаться. Спасибо. Ну что ж, отлично, в принципе, мы затронули весь цикл, так сказать, иммигранты движения в природе, вот, да, и затронули все вот эти моменты, через которые он проходит. Понятное дело, что всем людям, которые будут, им будут дополнительные вопросы, вы можете писать в телеграм-чате THBK, вы можете писать в комментариях к этому ролику, естественно, поставив лайк и подписавшись, и задавать эти вопросы, ну, а мы будем добегать и обязательно на них по возможности отвечать, либо у нас в телеге, либо непосредственно здесь в комментариях. Раиса, спасибо тебе большое. Также по этим вопросам, думаю, что мы укажем под этим видео контакты группы Раиса и ее, собственно, контакты, чтобы связаться, и уточнить какие-то вопросы по иммиграции, по визам, может быть, как раз по тем документам, которые делаются после получения политического уберечения. Также можете связаться напрямую. Да. Всем спасибо огромное. И всем пока. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok